В режиме самоизоляции Чехия живет уже три недели. Закрыты школы, университеты, рестораны. Нельзя и выходить из дома. Исключение – поход в магазин, аптеку или помощь родственникам. Все обязаны носить маски. Но люди не унывают, соблюдают правила безопасности. Выходцы из Самары, семья Лысовых, выбираются на прогулку в лес. Сейчас Чехия – это единственное место, где людям можно ходить без маски. Мне повезло, что я могу работать из дома. И поэтому, когда у нас нет ни финансового урона, ничего, муж ездит на работу, старается ездить на машине, чтобы, не дай бог, не подцепить какую-то заразу в общественном транспорте. У нас дома в семье нет ни паники, ничего, просто соблюдаем средства гигиены и стараемся больше быть на свежем воздухе, как сейчас выехали в лес. Закрыли все, кроме продуктовых магазинов. И там, ну, ряда, где продают дезинфекцию, моющие средства и так далее. В целом, мойте руки, носите маски. Все мы в масках сейчас в лесу, поэтому не носим. И, соответственно, будьте здоровы, ребята, всем привет. На улице можно ходить только с членами своей семьи. С другими людьми встречаться нельзя, чтобы не распространить заразу. Пока чехи успешно, зараженных немного, смертей еще мало. Оставайтесь здоровы, мойте руки, носите маски. Наш земляк, журналист Дмитрий Трещанин, много лет живет и работает в Праге. И сейчас гулять предпочитает на балконе. Поскольку чехи собачники, практически в каждой семье есть собака, всегда есть повод у чехов, всегда есть повод выйти на улицу. Но мы, к сожалению, для себя в этой ситуации немножечко в меньшинстве мы кошатники. У нас такого повода нет. Но есть очень большое послабление. Можно гулять в парках. То есть, если совсем уже не в моготу и надо подышать свежим воздухом, можно выйти в парк, обязательно надев что-то на лицо. Это не обязательно медицинская маска. Медицинские маски в дичайшем дефиците, поэтому здесь шьют маски своими руками или надеваешь шарф, бандану. Скучновато, но на самом деле ничего страшного. Это гораздо лучше посидеть дома 2-3, может быть, 4 недели, чем очень тяжко переболеть, заразить кого-нибудь из старших родственников, заразить чужих бабушек и дедушек и стать причиной их страданий и их смерти. Поэтому сидите дома, смотрите сериалы, занимайтесь детьми, вышивайте, шейте маски. Уже сейчас можно сказать, что карантинные меры в Чехии дали результат. По официальным данным, в стране заражено более 3 тысяч человек, 23 умерли. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, но вероятнее всего режим самоизоляции будет продлен. Лариса Шлафастенга, Пеннер, События.